Третий комплект жевательных зубов или зубов мудрости нам были даны нашим предкам для того, чтобы они активно жевали грубую волокнистую пищу, которая требовала активного жевания. Сейчас же, ну так сложилось временем, может быть мы гораздо лучше живем, чем наши предки. Мы едим переработанную пищу, те же котлеты, те же сосиски. С детства детей сейчас приучают к блендеру, то есть к измельченной пище, которая не требует такого напряжения челюстей и их работы, как это было раньше. И поэтому очень многие мамочки пытаются в ребенка хоть что-нибудь запихнуть. И до пяти, до шести лет дети едят рафинированную пищу, которая не позволяет челюстям самим расти. А зубы, они генетически запрограммированы на определенный размер. Они всегда найдут место свое в челюсти. Какое они место займут, это уже другой вопрос. Актуальная проблема последних десятилетий. Очень много молодых людей приходит с проблемами именно прикуса и нехватки места для зубов мудрости. Приходится удалять не только сами зубы, которые уже в полости рта проклюнулись, а которые еще даже не выросли, а только закладываются где-то глубоко, для того, чтобы помочь детям иметь хорошую улыбку правильно. А по поводу, стоит ли оставлять зубы мудрости, если у пациента зуб стоит в зубном ряду, если он выполняет ту функцию, которая на него возложена, его можно оставить. Но если он стал уже разрушаться, я бы не рекомендовала зубы мудрости лечить. Они сложны в удалении, особенно нижние зубы мудрости. И как хирургу мне всегда гораздо сложнее удалять зубы, в которые уже кто-то вмешивался. Мой совет – не бойтесь удалять зубы мудрости. Они не несут той нагрузки, которую мы в них вкладываем. Поверьте моему опыту, я сама удалила себе зубы мудрости внизу. И нисколько от этого не страдаю.